я приветствую вас дорогие друзья хочу сразу поблагодарить за комментарии вас всех кто подписался ко мне на канал вы даже не представляете ну было два подписчика и вчера мне были комментарии честно говоря но я обрадовалась я очень сильно обрадовалась так что благодарю вас всех буду отвечать на комментарии скажу сразу вам дорогие мои я в процессе обучения на ю тубе не все я знаю еще ну там же разные функции есть да где-то что-то поправить где-то что-то склеить ну короче говоря монтировка монтировать видео необходимо я не владею в полной мере да честно сказать еще пока вообще не владею этими навыками даже вот покажу вам свою тетрадку видите как вообще все делать здесь вот у меня вплоть до того что символы значков то есть я училась даже вот чтобы начинать выпуски свои первые видео я училась как вообще это все делается и поэтому не все я еще знаю вот поэтому не судите строго если что-то не так я очень вам признательно серьезно вчера даже ночью пришли комментарии вы знаете я как ребенок от радости прямо вот читаю и ну честно говоря поразительный факт радости правда значит что что послужило в съемке этого видео ну во первых я скажу вам сразу я собиралась гладить и потом думаю ну что я буду процесс глажки что ли свои снимать накопилось ну глажка скажем так и нужно все это отгладить потом думаю ну это уж совсем кстати пью я часть молоком выпила таблетки с утра гипертония без таблеток что-то у меня давление скачет порой вот думаю ну чё я думаю вот буду я стоять с этим утюгом и наглаживать и кому это будет интересно и решила все таки камеру установить пока так когда я всему научусь как все это делать показывать как говорится все путем скажем так конечно я буду делать это более скажем так лучше совершенно кстати сейчас обратила внимание ну шторы пришлось за что ли дорогие по и потому что отсвечивает это мои цветочки такая красивая какая-то тень получилась вот здесь у меня кстати вот у меня уголок фэн-шуй сейчас я вам объясню у меня есть замечательная подруга зовут ее оля и но в предисловии скажу что я вдова я похоронила мужа в 2000 году и так получилось что олег мой болел долго приходилось ухаживать за ним лечились мы что только не делали в общем ну сердце мы уже когда поженились как бы он сразу меня предупредил об этом у меня был замечательный муж рукодельный кстати вот о мужчинах до женщины как необходимы порой мужчины в жизни настолько берегите семьи берегите ваши отношения вот гладильная доска моя установлена на ковре и вообще то есть по у меня очень холодный в 2002 году пришлось соединиться с мамой мама у меня заболела пришлось соединять две полуторки и на тот момент заехали мы в квартиру здесь ну как вам сказать квартира была на двух хозяевов на соседи квартира была и люди были не хочу говорить про людей плохо но намаялась я с этой квартирой пока мы делали ремонт тут пришлось вообще все выстилать и конечно был бы муж все бы он это все сделал и а я настелила пол не делайте такой ошибки но на бетон то есть он конечно с утеплителем но очень-очень холодно и ну конечно все это можно переделать но сами понимаете не всегда средства позволяют что-то ну сделать так как мы хотим но у меня точно не настолько я богата чтобы делать мой ремонт я с этим-то намаялась мало-мальски он такой я человек простой у меня нету никаких картин живу посредством вот думала какую сделать заставку думаю ну что я буду гладить нет конечно и вот решила я вам даже ты поставила дома ну пусть у людей будет хотя бы красивая картинка так что не судите строго меня друзья здесь вот у меня уголок мой фэн-шой кстати предисловие к тому почему я вообще соорудила скажем так этот свой уголок фэн-шой у меня была подружка оля ну мужа похоронила люди как говорится сходятся по интересам она очень интересный собеседник мы с ней сдружились а и вот как раз мы познакомились после того как я схоронила олега своего она одна я одна у нее дети у меня дети и как-то вот мы с ней это я нам не значит говорит она год аль ну слушай ну нужно что-то говорит делать как-то же надо говорит продвигаться в этой жизни ну как-то деньги она человек знаете очень такой импульсивный очень ну такая она активная женщина и она значит зашла по тем временам мы еще только-только начинали вообще знать что такое интернета она значит она гаталька есть как такая технология фэн-шой надо гаджа бы купить сейчас я вам покажу ягу ну и чего ли это жаба нам ты не понимаешь если ее установить северо-восточную угол квартира она значит будет деньги приносить я сразу вспоминаю анекдот женщина приходит в магазин и говорит мне говорит это жабу будет пожалуйста вот эту и побольше говорит я хочу быть чтобы у меня денег было побольше ну покупает она эту жабу и продавец провожая ее про себя говорить работать надо надо мне все время смешно но тем не менее я не знаю может быть это момент самовнушения может быть это действительно как-то работает я верю в предопределение верю верю в бога но скажем так если есть возможность чем-то себе помочь что-то принести полезную почему бы это не сделать и знаете вот я не знаю ну как-то это работает вот если конечно это все правильно установлено я не знал может быть вектор задается потому что действительно мы делаем посылы си и вселенная отвечает но во всяком случае когда начинаешь активировать этот угол он привносит перемены благополучия в жизни вот вот я вам покажу поэтому я говорю что я еще не все не всем владею его это я установила чтобы поставить вам камеру я сейчас включу утюг потихоньку буду гладить и общаться с вами здесь у меня мой уголок то что я вот установлю камеру чтобы поговорить с вами ну все берем из жизни я знаете что он хочу сказать друзья вчера думаю надо же о чем-то интересным людям говорить ведь чтобы твои видео имели просмотр чтобы люди бы людям было интересно и вот я получаю ночью комментарии у меня радости я засыпаю в таком хорошем настроении и спая думаю о чем вот поговорить я все таки человек искренне и подумала думаю о чем ты будешь говорить говорить ты будешь о том что ты знаешь будешь делиться своими советами как говорится все мы учимся на своих ошибках поэтому просто чтобы вы не делали таких ошибок я хочу рассказать скажем так одну историю поднять одну тему и тема это будет касаться именно гнева гнева зависти почему нельзя в себе нести зло конечно все вы об этом знаете все это перетерто какой-то степени даже банально ну что вроде бы за тема гнев ясное дело нельзя гневаться но не все мы знаем об этой жизни да и вы знаете вот мне 50 я иногда ошеломляю да ошеломляюсь самой себе и думаю аля ты вообще куда смотрела ты вообще жизнь то понимаешь но читая книги про психологию туда-сюда убедилась в том что действительно работает закон притяжения и мы привлекаем те обстоятельства которые мы запустили скажем да в этот мир ну во всяком случае мне кажется эта версия более такая ну скажем мудрая я немножко волнуюсь друзья говорю скажем так у меня не конспектах ничего я говорю своим слогом поэтому если что-то не так не судите столько так вот что я хочу вам сказать о гневе опять же история из моей жизни ну что там ну как говорится гнев да ну злишься все бывает жизни и вот вы знаете бывает такой момент все вы знаете такое слово как антипатия вот если люди которым мы прощаем да их там какие-то негативные действия есть как на которых мы зацикливаемся и вот что я вам хочу сказать именно про то чтобы вы не зацикливались на том чтобы что вас и когда-то побудила к обиде или что-то вот как бы цена нужно нести в себе ключ добра чтобы это не распространялась потом вот такой случай сейчас я вам сразу скажу вот о чем сейчас буду говорить это связано с человеком которого я вообще я не соприкасаюсь с ним жизни я его ну скажем так я вообще никак не параллельно не не горизонтально не вертикально не имею с ним никаких дел но был один случай я сначала хотела вокруг да около думаю какой пример сказать потом все таки я понимаю что правде виска не донести все как есть и вот короче такой момент я значит работаю у меня бумаги заботы хлопоты приходится бегать по трем этажам одновременно и я сталкиваюсь у нас есть человек да я слава богу он редкий гость в нашем офисе но все-таки он заглядывает иногда и была такая казусная ситуация он значит мне предъявляет до за один момент а я вообще не то что не как это сказать вообще не имею к этому никакого отношения я вообще этим занимается совершенно другой человека он в этом не разобрался но его подача голосе в требовании такая да в обращении ко мне вы знаете у меня сработало сразу три лазерных лучах я честно вам скажу вот вот он так об этом сказал и я встаю и я понимаю что у меня сразу ну как вам объяснить у меня сразу злость внутри меня от его вот этого вот наглого разговора я все такой чек я пасую перед наглостью и хамство но это на самом деле так и вообще честно сказать я даже не хожу скажем так на какие-то мероприятия где очень много собирается аудитории людей театры я например не особо люблю ходить я могу так разволноваться за героя что чуть ли не до потери сознания и я стою опешего да и вот но я была поражена своей реакцией я понимаю что представляете человек что сделал так со мной разговаривать стоит да и я понимаю что из меня уходят вся моя суть вся моя сущность и каким-то образом в меня внедряется злость и мстительность и негодование негодование почему потому что я не знаю как парировать ну и вообще я такой человек я я на самом деле не знаю как порой противостоять вот этому хамство наглости и я опеших ему говорю ну вы знаете поднимитесь на четвертый этаж и там с вами разберутся и будет все уважено и я понимаю что он понимает что он уже не прав но никаких не извинений ничего и все на этом заканчивается вот у меня осадок остался на целый день ладно хорошо я что хочу сказать я человек который не реагирую особо ну там как это сказать ну сказали сказали ну что не бывает я подхожу к этому более психологически более со своей точки зрения думаю но муж настроение было не то у человека но в любом случае если даже в чем-то где-то что иногда не можем разобраться я сама первая пойду на встречу и объяснюсь и скажу как и что плавно проходит какое-то время и вот понимаете что происходит я встречаю этого человека вновь и вновь подобная реакция я по ним мы не здороваемся и вы знаете вот он ничего не говорит я ничего не говорю но достаточно взгляда вы представляете мы с этим человеком не разговариваем но сталкиваясь с ним на работе слава богу редко мы все-таки сталкиваемся я понимаю что у меня сразу внутри всплывает негатив и вот вы знаете я ну что как говорится все мы люди нужно же ну как это сказать как-то рассуждать анализировать я вот вчера кстати да я вот просто я думала о чем бы вам рассказать и я ну скажем так небольшой в чем я себя перевоспитывают аутотренинг что-то такое знаете вот то есть я сама себе говорю смотри на вещи со своей стороны каждый из нас вносит свою интерпретацию до действия других действия самого себя и кто-то не заметит эту деталь и другой обратит на нее вообще акцентирует внимание поэтому я отношусь к этим вещам ну так лояльно и вот я вчера подумала первую очередь думаю так ну вот аль ты читаешь книги ну давай будем разбираться ну почему почему вообще это привлеклось в твою жизнь значит ну что-то наверное не так с тобой тоже не привлекло кстати скажу сразу у меня слава богу очень много и в большинстве своем ну если так слава господу на 98 процентов моем окружении всегда порядочные хорошие люди и я очень благодарны за это богу мы общаемся и как то вот знаете ну существовать с интересом с миром с дружбой всегда как это сказать всегда радует всегда ты понимаешь что есть смысл в этой жизни не все так плохо и вот я вчера думаю да что же это такое ну почему когда я вижу этого человека у меня сразу внутри встает дыбом шерсть и я я понимаю что я начинаю реагировать и нужно это прекратить и мне и ему понимать а он уже однозначно ну вот такой такой тип человека понимаете и что я хочу сказать ну вот есть люди редиски да пакостные вот он относится такой категории почему потому что я поделилась с человеком и мне как бы уже объяснили деталь ну это вот такой тип говорит это уже знаешь однозначно с ним лучше не связываться вот он с претензиями всегда вот такой вечно недовольные еще ко всему темная лошадка что я хочу сказать вот мое внутреннее желание вообще искоренить эту ситуацию да ну я учусь жить я учусь этой жизни я поверьте мне до сих пор не то что не знаю я может быть и знаю как это сделать но я понимаю что я на это реагирует и я понимаю что это включение жизни которые ну вот я должна была это увидеть я должна иметь дело вот с таким с таким вот человеком поэтому а что к чему я веду получилось от того что просто первая встреча вот этого негативного разговора да не как это сказать не закрыла эту ситуацию понимаете она продолжилась почему она продолжилась потому что она вновь образовалась да и люди просто не нашли компромисса не нашли слов кстати эти слова не появляются вот вы понимаете я не могу я такой человек как это сказать регламента и я могу быстро но я понимаю что если я знаю что человек хороший я все равно найду пути общения и прочее прочее а здесь меня вот я веду матем что я понимаю что вот он вот все в нем вот что мне нравится тратить вот он ведь молчит он там не говорит мне там какие-то плохие слова я просто достаточно просто встречи взглядов и и вот он просто разрушает всю эту ауру и я и даже из меня делает какой-то редиску поэтому долго конечно можно рассуждать на эту тему поэтому дорогие друзья если вы скажем так вы столкнулись с тем что вас обидели или каким-то образом вас скажем так изменили не в лучшую сторону на какой-то момент жизни не не реагируйте вот абстрагируйтесь то есть несите внутри добро да и тогда эта ситуация не будет развиваться то есть понимаете вот здесь получилась а подпитка какая-то да я его вижу начинаю реагировать он вообще не способен нормально скажем так вообще нормально говорить там нормально сотрудничать вот это вот цепная реакция до вызывает столько негатива который просто в нашей жизни ни к чему так что дай бог всем чтобы все у вас было хорошо и я надеюсь что эта тема в чем-то подскажет поможет вам что не развязывайте клубок вот этой вот этих вот негатива вот этих войн который не стоит на самом деле всего этого да вот просто спокойно нет вот как моя подруга это на быта я тебя умоляю я тебя умоляю это твои мысли и она права да я я рассуждаю думаю до писать сколько я уделила времени мыслям негативным даже был такой момент думаю думаю подойду скажу ему прямо по-русски ты дрянь такая ты вообще как смеешь вообще так себя вести в общем как-то так дорогие мои друзья на все мои золотые у меня звонок я извиняюсь хочу вам пожелать всего самого наилучшего большого благополучия будьте со мной подписывайтесь на мой канал я буду всем вам рада буду продолжать свое видео будем знакомиться буду показывать вам что-то из своей жизни ну будут разные конечно моменты но жизнь и жизнь мы гладим и стираем и моем посуду и ходим в кино гуляем по площадям знакомимся с людьми я надеюсь да сбок это тоже будет в моих видео всего самого наилучшего